2 апреля во всем мире отмечают Международный день детской книги. В Центральной библиотеке Ниньского округа собран большой фонд литературы для маленьких книголюбов. Рассказ продолжит Елизавета Кабанова. Несмотря на век цифровых технологий, литература на бумажных носителях все еще пользуется большой популярностью как среди взрослых, так и среди молодого поколения. В фонде детской библиотеки нашего города насчитывается более 46 тысяч экземпляров. Сотрудники тщательно отбирают, какие именно книги попадут в руки к детям и подросткам. Приходят родители, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок читал. Ведь сейчас в современном мире очень много ярких и интересных мультфильмов. Ну и компьютеры у детей, телефоны современные. И они хотят своих детей вывезти для того, чтобы дети читали и рассматривали именно книгу. Я считаю, что книга очень ценная, и ей надо пользоваться. И мы, как библиотекари, рекомендуем родителям ту или иную литературу. С начала года в библиотеку поступило более 500 новых экземпляров. Сотрудники следят за новинками и по возможности стараются пополнить ряды книг в библиотеке новыми авторами. Он автор взрослый, писал литературу для взрослых, но сейчас есть его книги про джингликов. Очень яркие и красочные. Детям очень нравится, многим детям очень нравится. И они пользуются спросом. У нас как бы и запись идет, кому надо в очереди стоять дети. Кроме этого, для детей, это для детей, наверное, в первых классах и дошколят. А для детей постарше, для мальчишек и девчонок, есть такой автор Мария Бершацкая. Большая маленькая девочка. В библиотеке два абонемента для дошкольников и школьников младших классов и среднего возраста. Младшим по душе более красочные и яркие книги с картинками. Они также любят тех авторов, на которых выросло не одно поколение. Ребята постарше предпочитают современную литературу или детективы. Для того, чтобы привить детям любовь к книгам и чтению, в библиотеке устраивают различные мастер-классы. Ребята лепят или рисуют любимых персонажей из историй, которые они прочли.